Не хотели, но решили по вашим просьбам снять вторую серию по нашему прайму H-A двухлитровый, что в итоге из этого получится, что мы сделали Ну и вообще в целом история, она такая, знаете, как бы от клиента мы услышали еще много-много нового Оказывается, ее купили с целью продать То есть взяли дешево, хотели заработать, но получилось вот так Но это еще не самый, как сказать, плохой вариант То есть все у нас удалось, все в принципе даже прекрасно в двигателе Поэтому если ремонт и будет, то он будет по минимуму и он будет качественный Так, коленвал Коленвал у нас был в прекрасном состоянии, за исключением того, что он был согнут на 10 соток Вот такой кривой Как раз на второй шейке, где был удар При 10 соток, то есть допуск у нас 3 Три и тот самый край То есть троечка, это самый максимум Выровняли его в прессе, все выровняли Теперь у нас 2, 2, 2, вот так вот примерно осталось Еще бене чуть Но в целом все отлично Колено выровняли, отполировали Именно на втором как раз-то вот у нас там везде прошлись По блоку вообще все прекрасно По блоку промерили по шейкам, промерили по цилиндрам Там, где у нас не было хона, он был затерт, наверное, так сказать, сажей Хонинговку сделали на всех 4 Вот, все И блок стал как новенький Сейчас главное, чтобы ничего не поцарапать нам тут Вот он, смотрите, второй цилиндр Все, что мы делали с блоком, это только хонинговку Прошлись, то есть по всем цилиндрам Будут новые кольца, будет новый шатун И будет новый вкладыш на шатуне Все вкладыши, покажу сейчас, они в идеале у нас То есть более чем в хорошем состоянии Все-таки шестерню ТНВД, где казахские ребятки спилили демпер Будем ставить новую Рисковать не будем Сделаем так, как должно быть Вот он шатун Ну, вот так вот Видно, что он кривой Вот так, кстати, его Я бы не сказал, что особо видно Но искривление есть А вкладыш, видно, что прям удар был до медного Пробило И Шатун Получается Он был смещенный в одну сторону Уходил, у него есть вход на валу По поводу датчика температуры масла Смотрите, у нас в корпусе имеется датчик температуры масла В двигателе На евро четвертых и пятых его не было Появился он только в евро шестых И на всех машинах Вот на 2.2 Это HB Даже в евро шесть стоял обычный масляный насос И неясно было, для чего он нам нужен То есть, может быть, там для экологии, для саживания Непонятно было И Также с ним есть проблема, что его вырывает Со втулкой из корпуса И выливается масло И вот здесь Вот здесь, вот на этом H-A На Sorento Prime Впервые То есть, вот мы увидели двухконтурный масляный насос То есть, сюда нам приходит провод Здесь стоит клапан Который регулирует давление То есть, если его много, он убавляет Если его мало, то он добавляет В багах это уже давно используется Но вот в корейцах Вот именно насос я увидел Вот этот впервые И еще Как все это будет работать Не знаю Так, еще смотрите, у нас остались вопросы То есть, машина приехала Дымила По утрам Если на холодную, там, минус пять Заводилась плохо И очень сильно Долго шел дым Даже, допустим, в ноль Был такой вопрос Ну, я думаю, тут все очевидно Как бы Вот он у нас поршень, допустим Третьего цилиндра Он сухой И здесь сырой В цилиндре не хватало компрессии Именно во втором Так как поршень был ниже Шатун был согнут Согнут Дело в том, что Вот это И есть камера сгорания Так как поршень не доходил до верху Степень сжатия была низкая И воздух был Не нагрет До нужного То есть Вот и весь дым у нас То есть Это дизель Он у нас горит За счет То есть Сжатия Это в бензинках у нас Допустим Приходит искра Да, есть своя тоже степень сжатия Приходит искра Поступает бензин И все работает Здесь все просто Но дизель работает без искры Как какой-либо Поэтому Здесь все Ясно и просто Еще вопрос По поводу Удаления Экологии Сейчас Уже последние годы Мы То есть Не советуем Не вырезаем Всем подряд Мы удаляем Тогда Когда вариантов Ее уже спасти нет Если допустим Сейчас у нас здесь Москва Московская область Топливо Последние пять лет Стало Уже Появилось Евро пять И евро шесть То Многие на штатной экологии Ездят И все отлично Но Вот Если взять Казахстан Узбекистан Таджикистан Да У них Топливо Очень плохого Качества Очень плохого Поэтому Видимо Там у них Произоркло такое Потому что С таким я тоже Много раз сталкивался На новых машинах То есть Даже с пробегом Пятнадцать Двадцать тысяч Это были Был Двадцать пятнадцатый год Вот К примеру Да Там Двенадцатый Пятнадцатый То есть Машины приходили Новые Скорее И Такое Происходило Да Были Гидроудары То есть Полностью Меняли топливную Систему То есть Это Качество топлива Если все Допустим Нормальная заправка Нормальное топливо И Если так Можно Даже Поддерживать Я уже Рассказал В каком-то Видео То есть Если вы не в курсе Что с вашей экологией То ее можно Проверить То есть Можно приехать Проверить Наличие сажи То есть По давлению Сажевого фильтра Если необходимо Прожечь То можно Прожечь Но Всегда Мы делаем Прожиг Если Это Возможно То есть Там У блока Есть свой Допуск Если у вас Допустим Уже 20-25 Грамм То блок Управления Уходит Защитывать И он Не дает нам Сделать Прожиг И Вариантов Нет То есть Либо мы Устанавливаем Новую банку Это с сажевым Фильтром Или допустим С мочевиной Устанавливаем Потом Вписываем ее То есть Блок управления Обновляем И Можно Ездить дальше Но Если уже Забило Больше чем Нужно То Вариантов Уже конечно Нет У нас Может сломаться Турбина У нас Может пойти Топливо При прожиге Масла И так далее То есть Вот эти вещи Данный Случай Говорит о том Что Цена На рынке Машины То есть Самая дешевая Это Вот Скорее всего С таким Сюрпризом Будет То есть Приобрели ее И продали ее Там В теплое Время года А как Только стало прохладно Появилась проблема Многие Многие Да Думают Что Рассказывают мне Они говорят Да Я поймал Удачу Это Мой шанс Вот я выхватил И теперь все отлично Нет Бывает Но Крайне редко В основном Это все заканчивается Вот так Ну все Всем До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok